Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Санкции. 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 Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Друзья, как часто в последнее время вы слышали по зомбоящикам про то, что санкции не действуют? Ну или что-то типа, что санкции делают нашу страну только сильнее. Санкции, они создают условия для подъема национальных экономик. Сегодня мы попробуем с вами разобраться, что же такое санкции. Какое влияние они действительно окажут на нашу с вами страну. Что может ждать Беларусь, если она будет долго находиться под санкциями Запада. Кто действительно виноват в том, что Запад ввел санкции. Я в детали не вникаю. Если вам интересно, то смотрите этот ролик до конца. Вы в нем обязательно получите ответы на все вышеперечисленные вопросы. Ну что, поехали. Фальсификация президентских выборов сторонниками Лукашенко привела к глубочайшему кризису внутри страны. Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Люди в большинстве своем голосовали за лучик света, ну или Светлану Тихановскую. Только потому, что Лукашенко еще до выборов устранил всех своих основных оппонентов. Это был человек явный фаворит этой предвыборной гонки. Эдуард Бабарико, Валерий Цыпкало и муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. Заявляя о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Так уж получилось, что Лукашенко больше нравится побеждать у женщин. Я женский президент. Поэтому Светлана Тихановская была зарегистрирована кандидатом в президенты. А что было дальше? А дальше были многочисленные убийства мирных жителей, которые абсолютно мирно отстаивали свои конституционные права. Дальше были избиения, унижения, увольнения всех несогласных с результатами выборов. И таких людей было достаточно много. Вы только представьте, в стране на сегодняшний день более 500 человек признано политическими заключенными. С момента выборов задержано более 35 тысяч человек. Все мы видели, как происходят суды над задержанными. Система не щадит абсолютно никого. Это могут быть и знаменитые спортсмены, и модели, и студенты, и люди преклонного возраста. Это могут быть абсолютно любые жители страны. Наше тело право. Если человек в маске скажет, что вы были на протесте, значит это были вы. И не важно, что вы глухонемой, и выкрикивать априори ничего не могли. Не важно, что у вас нет руки. Все равно хлопали в ладоши. В стране, как говорил Лукашенко, действует режим недозаконов. Как вы считаете, при таком положении дел искать справедливость внутри страны можно? Можно доказать, что выходя на мирный митинг, ты действовал исключительно в соответствии конституции страны, где в принципе разрешено это делать. Можно доказать, что убийства и избиения граждан страны уголовно наказуемы и должны рассматриваться в установленном законном порядке. Можно доказать, что выборы были сфальсифицированы. Конечно, ответ очевиден. Нет. Оказывается, диктатура не так плохо. Лукашенко поддерживает армия, органы внутренних дел, судьи, марионеточные депутаты. Да-да, все те, кто обладает оружием и могут его применять против самого народа. Принимают и исполняют законы, выгодные в первую очередь человеку, уцепившемуся за власть. У Лукашенко нет поддержки народа, но он пишет законы и при помощи силового блока сдерживает давление народа. Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Кто в этом случае может помочь народу, если действие силовиков нацелено только на сохранение трона Лукашенко? По логике вещей это должна была быть Россия. Но почему-то братский народ это делать абсолютно не хочет. Там свои проблемы. Путин и Лукашенко это абсолютно два идентичных человека, которые жаждут власти. А народ для них это что-то типа обслуживающего персонала. Но я знаю очень много русских ребят, которые искренне желают нам победить в войне против диктатуры. Ибо если это получится у нас, то в России это тоже произойдет. Российский народ всегда будет с белорусским народом. Чего не скажешь о правительствах стран. Там свои интересы. Поэтому Россия не поддерживает белорусский народ. За помощью белорусскому народу нужно идти туда, где действительно могут помочь. Это те страны, где соблюдаются основополагающие принципы прав человека и свободы слова. Конечно, это Европейский Союз и США. Сам народ попросил Европу и США оказать нам помощь. Сначала шли деньги, которые через благотворительные организации покрывали расходы на штрафы и судебные издержки. Мирным демонстрантам. Власть в Беларуси не придумала ничего более оригинального, чем арестовать счета и изъять все деньги из благотворительных фондов. Они решили, что задушить народ они могут штрафами и дубинками. Отчасти это у них получилось. Но народ как был против диктатора, так и остался при своем мнении. Разве что только перестал выходить на улицы. Ибо могут убить и дать большой неподъемный штраф. Мы в плен никого не берем. В сложившейся ситуации, дабы уничтожить оккупирующую белорусский народ чернь в лице Лукашенко, народ проголосовал за введение санкций в отношении окружения синепалого диктатора. Да, да, было голосование на платформе Голос и народ проголосовал за санкции. Светлана Тихановская приняла решение белорусского народа и довела его до западных партнеров. Вообще, как по мне, Светлана Тихановская и ее команда сделала для народа Беларуси намного больше, чем вся белорусская власть вместе взятая. Она действительно лидер белорусского народа. Пусть даже ее муж в заложниках у режима Лукашенко, ей, если честно, восхищаюсь. Она умница. Помните это со стороны государственных СМИ? Смехотворные санкции только сделают экономику сильнее. А теперь включите логику. Санкции – это отказ от сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности страны с теми странами, в отношении которых они введены. Иными словами, если санкции так благотворно влияют на экономику страны, то что мешало самой Беларуси разорвать отношения со всеми странами мира? Ведь экономика, если верить государственным СМИ, только пойдет вверх. И как вы понимаете, это полнейшее вранье. Санкции бьют больно и в первую очередь по кошельку самого диктатора. Санкции действительно могут привести к дефициту товаров, громаднейшей инфляции, к сокращению рабочих мест и многому-многому другому. Но давайте еще раз зададим себе вопрос. Если все вышеперечисленное произойдет в Беларуси, кто в этом будет виноват? Ответ очевиден. Конечно же, это будет Лукашенко и никто иной. Ну да. В какой степени за это будут виноваты различного уровня депутаты, которые молчаливо поддерживали каждое слово Лукашенко? Борьба с диктатурой. Как белорусы разрушат концлагерь? Григорий Озаренок и эксперты. Силовики, которые ценой человеческой жизни не дали народу отстоять свое право зваться этим самым народом. Установлено, что минчанин, поднявшись по пожарной лестнице на второй этаж, сфотографировал флаг. Судьи, которые финансово уничтожают жителей страны, давая просто баснословные суммы штрафов. Представьте, человек получил зарплату 400 рублей, должен уплатить штраф за мирную демонстрацию более 2000 рублей. Это он должен как минимум полгода. Ничего не есть, чтобы рассчитаться с государством. Поэтому, друзья, нужно готовиться по поводу санкций к самому худшему. Во вторую мировую как-то выстояли. И сейчас выстоим. Тем слаще будет цена победы и месть всему лукашенковскому окружению. Поверьте, они за все ответят. Но давайте на цифрах. Что же может потерять Беларусь, если санкции против Беларуси ведут абсолютно все страны мира? В помощь к нам приходит Белстат. Итак, бюджет Беларуси на 2021 год был принят с дефицитом в 4 миллиарда белорусских рублей. Это значит, что расходная часть бюджета превышает доходную на 4 миллиарда рублей. Это что-то типа того, вы получаете общую зарплату в месяц на семью в районе 1000 белорусских рублей, а ваши расходы составляют 1500 рублей. Правда абсурд? А где брать-то деньги на покрытие расходов? Ответ очевиден. Снижать расходы, отказаться от похода в кафе, перестать по утрам, есть бутерброды и многое-многое другое. Дабы на конец месяца уложить в пределах доходной части и минимум уравнять свои доходы и расходы. А чтобы еще рос золотовалютный запас, то в том случае доходы должны превышать расходы. Тогда разницу мы сможем положить в копилку. Так вот, санкции для белорусского режима снижают в первую очередь доходную часть бюджета, увеличивая тем самым дефицит бюджета. Насколько, спросите вы? Сейчас узнаете. Объем иностранных инвестиций в экономику Беларуси за 2020 год составил 8 миллиардов 680 миллионов долларов. Объем инвестиций в белорусскую экономику других стран составлял 4 миллиарда 862 миллиона долларов. Итог. Разница в инвестициях будет где-то около 4 миллиардов долларов. Если нашу с вами страну изолируют от всего мира, то получается дефицит у бюджета добавится дыра минимум в 4 миллиарда долларов. Только в инвестициях. Это когда в нашу страну кто-то вкладывает денежки. Общая доходная часть бюджета в 2021 году заложена в размере 23 миллиардов рублей. Вы просто представьте, что будет с экономикой, если с доходной части убрать 10 миллиардов рублей. Это 4 миллиарда долларов США. Это крах. Я в детали не вникаю. Лукашенко своими действиями уничтожает экономику страны. Да уйди ты уж наконец сам. Не мучай народ. Отсидишь лет 10, а там гляди может возьмут, куда председателям колхоза. Армия чиновников Беларуси за это время обновится. И быть может действительно начнет думать о народе. А не о своем тепленьком месте в правительстве страны. Это была Реальная Беларусь. Выводы делайте сами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует.